Регулярный уход или внимание к себе от случая к случаю? Любой специалист ответит, что постоянное систематическое внимание к себе даст больше результатов, особенно если речь идёт о нашей внешности. И всё же к празднику или к другому особому случаю в арсенале у косметологов особое предложение. Сегодня мы узнаем о них. В студии у нас Татьяна Спарыхина, кандидат медицинских наук, главный врач клиники красоты МИДЭС. Татьяна Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Дмитриевна. Ну вот у нас февраль, март, канун праздников, которым всегда мы стремимся выглядеть лучше. И вообще весна на пороге. А весной всегда мы как-то обращаем, наверное, на свою внешность больше внимания. О каких процедурах сегодня пойдёт речь? Ну, сегодня пойдёт речь о разных процедурах, потому что есть несколько вариантов. Ну, в первую очередь, если вы хотите хорошо выглядеть, и вас волнует вопрос, чтобы не было никаких последствий, не было никакого периода реабилитации, то это одни процедуры. Если же, наоборот, вы хотите использовать длинные выходные и готовы к какому-то небольшому периоду реабилитации, это другие процедуры. Но мы рекомендуем начать с тех, которые являются стратегическими и подходят всем практически пациентам, независимо от возраста, независимо от времени, которым они располагают. Потому что стратегические процедуры, они всё-таки влияют таким образом, что улучшают гомеостаз в любом случае. Потому что со временем, хотим мы этого или нет, всё равно синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты в наших клетках молодости уменьшается. Особенно это активно начинается после 35 лет, когда идёт резкое снижение синтеза коллагена первого типа. В этом случае снижается упругость кожи, появляется такая некоторая дряблость, появляются складочки, и нарушается работа меланоцитов. Усиливается образование пигмента и уменьшается его распад. Поэтому очень популярны процедуры, которые влияют на все вот эти звенья цепи, и на синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, которые притягивают водичку. В частности, вот мы сейчас видим обработку кожи неодимовым лазером, микс-лазером, который не повреждает эпители, и пациент выходит после процедуры ещё краше заходит, красиво, выходит ещё краше. Пациентам, конечно, это нравится, плюс рассеивается пигмент, рассеиваются капилляры, рассеивается такой возрастной коллаген, серовато-желтоватый коллаген городского жителя, и лицо становится сразу красивее, увеличивается светоотражающая способность кожи, и пациентам это очень нравится. Эта процедура хороша и на выход, и в курсе. Если в курсе, то это 6 процедур раз в месяц, и курс уже не повторяется, потому что за всё это время мы обновляем каркас кожи изнутри, а если это на выход, то это, видимо, улучшение с улучшением рельефа кожи, с повышением его тонуса, улучшением светоотражения и уменьшением как раз пигмента. Кроме того, если есть возможность, то мы рекомендуем сочетать микс-лазер, то есть глубокое такое воздействие, с поверхностной шлифовкой. Как раз вот эта процедура, которую можно сделать на длинных выходных, потому что первые 2-3 дня, они такие особенные, нужно тут поухаживать за кожей. Она может быть красной, она может шелушиться, может быть зод, отечность, и, конечно, лучше в это время, может быть, посидеть дома и побольше внимания ей уделить. Но, тем не менее, реабилитация идёт достаточно быстро. Уже где-то через 3-4 дня кожа начинает активно восстанавливаться, потому что прошивается только 15-20% кожи, практически вот и настолько испаряется кожный лоскут. И за счёт тех 80%, которые здоровы, идёт регенерация мощная, с выглаживанием поверхности и по рельефу, и по цвету. Уходят мелкие морщинки с поверхности, уходит вот этот пигмент, который неровный фон придавал коже. И, конечно, пациентам это нравится. За счёт того, что испаряется 15-20% кожи, мы видим лифтинг в области глаз. В этом случае веки приподнимаются, и взгляд становится открытым на 40-60%. Улучшается вот эта открытость, и, конечно, это заметно, и хороший результат мы видим, и пациенты тоже это видят. Кроме того, на сегодняшний день для того, чтобы работать с пропорциями лица, существует процедура высокоинтенсивного фокусированного ультразвука, который помогает работать не только с кожей, но и с подкожной клетчаткой, и с апоневрозом, плотная волокнистая пластина, которая покрывает мышцы, крупные сосуды, нервы. Именно на этой глубине работают пластические хирурги, но когда появился вот фокусированный ультразвук, то косметологи тоже стали работать на этой глубине. И это даёт максимальный эффект на сегодняшний день, связанный с лифтингом, с подтяжкой. Кроме того, в нашем центре используется не только классический линейный картридж, но вот как мы сейчас видим картриджи-ручка, который позволяет нам работать с такими сложными зонами, как область нижних, верхних век, область бровей, лобные бугры, где плотно линейный картридж не может прилегать, а если там им работать, то это могут быть какие-то неприятности. И вот такой хороший эффект мы видим при комплексной обработке лица, это смаз-лифтинг и филлеры, когда уменьшается глубина носогубных складок, губоподбородочный склад, подтягиваются щёчки, приподнимаются брови, и лицо в целом выглядит веселее. Если до оно такое немножко грустненькое, то после существенно веселее. И, конечно, это видно в данном случае невооружённым глазом, как говорится. Что касается инъекций, то на сегодняшний день биоревитализация – это множественные инъекции гиалуронной кислоты в основном и каких-то ещё добавочных веществ, витаминов, минералов, пептидов, аминокислот – используется как уходовая процедура. Её можно использовать как подготовку к серьёзным процедурам, как восстановление в комплексе, восстановление после того же фракционного лазера. И она направлена на улучшение тоже качества кожи, насыщение гиалуронной кислотой. На сегодняшний день есть филеры, которые обладают свойствами биоритализанта, которые обладают свойствами филеров и биоритализантов. То есть они и лифтинг осуществляют, и качество кожи. И делаются не так часто, как классические, там, 3-4 раза в курс, а достаточно двух процедур в год с хорошим, длительным, выраженным эффектом. Кроме того, из инъекции очень быстрый результат оказывают препараты на основе ботулина, токсина А, бутылотоксина А и филеры. После введения бутылотоксина А практически следов не остаётся. Препарат действует буквально на площади где-то в пределах полусантиметра, не больше, там, 3-4 миллиметра. На следующий день уже разрушается. То есть действие только местно, никакого общего, но с хорошим эффектом. Вот в области лба, посмотрите, да, какой хороший эффект, в области глаз. И не надо забывать, что бутылопрепаратом А обрабатывается также и овал лица. Но в данном случае мы работаем не с мимическими мышцами, а для перераспределения мышечной тяги наверх. Вот такой тоже хороший результат в области уголочков глаз. И бутылотерапия хорошо дополняет шлифовку фракционным лазером в этом случае, потому что лазер выглаживает физически поверхность, а бутылотерапия воздействует именно на мышцы, то есть не просто устраняет, но и предотвращает образование морщин в будущем. Ну, у женщин, особенно накануне праздника, накануне каких-то важных таких событий, возникает потребность улучшить вот качество, объём губок. Ну да, и это те самые процедуры, которые эффект виден моментально, с первой же минуты, да, с первой секунды. И что отличает, допустим, наполнение губок сегодня, это то, что появились филеры очень естественно, которые очень естественно ложатся, прям даже не как бы украшают те губы, которые есть, своей естественностью, свои вот контуры становятся красивее. Объём небольшой, но он очень естественный и очень красивый. Да, это очень важно, потому что вот такие чересчур, да, формы, они уже, мне кажется, уже давно ушли. Это некрасиво. Да, ушли в прошлое. Вот, и губки, во-первых, они улучшают качество кожи, да. Если два раза в год обрабатывать, то меньше уменьшается объём губ в процессе со временем, потому что всё равно со временем тоже до гормонально зависимой зоны объёма ходит. И поэтому важно всё-таки этот объём поддерживать. Потом, если он уже ушёл, ну, очень трудно что-либо сделать, хотя мы делаем, но это уже другая тема. Кроме того, чтобы приподнять мягкие ткани лица вверх, чтобы очертить этот треугольник молодости, сделать более изящными скулы, более выраженный контур нижней челюсти, угол вот этот жели, все очень любят его, заполняется дефицит объёма в области скул и в области наружной третьей лица. Процедура эта более серьёзная, требует больше подготовки от специалиста, но тем не менее вот таким хорошим результатом ещё обрабатывается овал на ботулинотерапии, то есть это комплексная такая процедура. Можно добиться очень красивого результата. Вот мы сейчас это увидим, да, тоже вот до и после. Посмотрите, область губоподбородочной складки как подтянулась, да, приподняла щёчка, вот, и само даже качество кожи меняется, потому что филеры, хотя они и предназначены больше для объёма, но современные филеры, они имеют добавки, которые улучшают качество кожи. Год филер стоит, и он год работает там на качество кожи, где он стоит. Вот такой хороший эффект по коррекции овала лица, да, по перемещению объёма с нижней трети лица в область средней трети лица. Ну, тут важен, конечно, уровень подготовки специалиста, потому что всё должно быть очень гармонично, буквально там, ну, до миллиметра, да, не просто сантиметра, до миллиметра. Детяна Петровна, ну, процедур, правда, много, и вот, ну, наверное, может быть, все зрители, которые, ну, либо, может быть, не так часто выводу косметолога, либо, может быть, вообще придут в первый раз, да, а вот вообще с чего начать, и вообще как выбрать, что вроде как и то, и то, и то, всё надо, и всё хорошо, а вот если с точки зрения такой, знаете, эффективности и какого-то такого здравого смысла, да, то есть вообще с чего начать? Да, вопрос этот часто стоит перед пациентами, и сейчас он даже стоит чаще, чем раньше мы это слышим, потому что действительно ассортимент услуг очень большой, и иногда разные специалисты владеют разными методиками. Ну, в этом случае всегда нужно прийти на консультацию к доктору, вот, чтобы было понятно ваше видение, что вы хотите, и чтобы специалист вам предложил то, что максимально для вас на сегодняшний день комфортно и полезно, и вы увидите результат при минимальных затратах времени, и это вас устроит в любом случае. Кроме того, конечно, очень важно, чтобы это был человек, который имеет, это был врач-косметолог, потому что он этому учится, потому что когда мы видим объявление, так, косметолог с медицинским образованием, конечно, возникает вопрос, что бывает без медицинского образования? Да, вот я сейчас хотела вас об этом спросить. Вот, поэтому выбирайте правильно клинику, специалиста, чтобы это был человек с опытом работы, с разрешительными документами, сертификатами, где отслеживаются препараты, аппараты, процедуры, где есть контроль качества. На сегодняшний день контроль качества в клиниках уделяется очень большое внимание. Ну, и нам осталось напомнить адрес и телефон, куда приходить. Пожалуйста, пригласите наших зрителей. Дорогие наши пациенты, дорогие друзья, мы ждем вас по адресу улица Дзержинского, 21А, корпус 2, телефон 3069-82. Приходите и на подготовку к праздникам, и в праздничные дни. И мы работаем всегда, выходных нет с 8 до 21. Татьяна Дмитриевна, большое вам спасибо. В студии у нас была Татьяна Спарыхина, кандидат медицинских наук, главный врач клиники красоты Медест.